всем привет меня зовут лексайте борода я автор и ведущий одноименного канала на ю тубе айти борода канала который показывает как можно расти и развиваться в айтишки и сегодня я хочу представить новую рубрику на канале него клуб айти и него рубрика в которой клуб в сотрудничестве с крупным блогером показывает как работает айтишка какой-нибудь стране в рамках этого сотрудничества с айти бородой мы расскажем вам про то как устроена айтишка в турции механика нашего сотрудничества простая на канале и не в клуб на русском вы будете видеть мини интервью который подготовил представитель клуба витя шеленченко в этих интервью вы узнаете подробнее про истории переезда и ассимилирования ребят в турции на канале эти бороды вы найдете большой комплексный выпуск айти не вая турция в котором мы разберем аспекты переезда юридических вопросов хайринга и в целом рынка айтишного в этой стране поэтому чекайте ссылки в описании там будут все ссылки на все наши выпуски подписывайтесь на канал если этого еще не сделали на канал а не вая клуба на канал эти бороды делитесь видосами получаете наслаждение от наших выпусков поехали привет у меня сегодня в гостях мухаммед мухаммед расскажи пожалуйста чем-то занимаешься всем привет я являюсь контент разработчиком уже более трех лет заканчивал роллинг скобс школу и на данный момент являясь главным координатором рс-школы в турции но про линг скобс вы уже поговорили с лёшей мы не будем повторяться если вы не видели это видео то вот здесь вы сможете его посмотреть начало нашего разговора а сейчас давай чуть-чуть подробнее поговорим именно про комьюнити школы хорошо вот смотри роллинг скобс это весь комьюнити школа до можешь дать свое определение что вообще такое комьюнити школа комьюнити это сообщество разработчиков все мы говорим комьюнити то есть если мы осматриваем роллинг скобс школа у нас есть принципы то есть один из основных это комьюнити дрибин то есть у нас есть непосредственно ментора это действующие программисты которые заинтересованы в обучении других людей вот поэтому комьюнити в моем понимании это сообщество заинтересованных людей в определенном плане то есть в данный момент это обучение я понял то есть собрались разработчики желающие дать знания другим людям и вот просто в едином энтузиастическом порыве именно зиастическом порыве кого-то обучают ну окей тогда смотри вопрос непосредственно про турцию ведь для того чтобы эффективно стартовать комьюнити школа нужны эти самые менторы вы только запускаетесь где вы их возьмете да на данный момент у нас из-за того что роллинг скобс школа основана 2013 году у нас уже есть непосредственная база менторов то есть это программисты которые студенты которые закончили и непосредственно пришли в нашу школу обратно вернулись в роли менторов из-за того что курсы у нас на английском языке ментора соответственно у нас люди которые у которых есть как минимум b1 то есть правильно понимаю что это глобальная история получается на данный момент это глобальная потому что мы ждем какой-то фидбэк от студентов который обучается непосредственно турков которые у нас обучаются также мы открыты к людям комьюнити разработчиков турции англоговорящих если у них будет желание присоединиться и развивать именно эту локацию турцию то велкам какие требования к такому ментору вообще ну критериев жестких нету то есть у нас обычно ментора это студенты которые закончили какие-то курсы где-то работают может быть каким-то своим проектом либо же уже бывалые программисты там с пятью и до больше годами разработок а вот критериев именно говорим про турецкую у нас главный критерий английский чтобы непосредственно между студентом и ментором была взаимосвязь что они друг друга понимали могли это логично да это логично а по поводу знаний предмет у нас курс разбит на три части то есть у нас есть стоишь один стоит 263 встреч 3 настоящего у нас начинается работа непосредственно с ментором то есть задача ментора не ревьювать pull request и студентов отвечать на его вопросы может быть как минимум один раз неделю с ними созваниваться то есть на его усмотрение все он может что-то объяснять им может как-то указывать на их ошибки третьем стейдже если ментор захочет он может присоединиться к командам то есть на третьем стейдже у нас фреймворк то есть студенты дошедшие до третьего этапа формируются в команды назначается team lead и непосредственно ментор может помогать им в плане разбиение тасок как правильно настроить и там буду не понял но смотри это ведь звучит как не маленький кусок работы плюс я так полагаю что эти люди так сказал у них еще есть какие-то проекты в чем мотивация им платить деньги это суперальтруизм какой-то да может быть с одной стороны это суперальтруизм потому что нам никто не платит у нас нет никаких договоренностей сырой школой и там ментор если он не захочет попробовал себя в роли ментора неделю он может уйти спокойно то есть мы никого не держит вот если мы это не понравилось да но смотри тогда давай попробуем ответить следующий вопрос вот получается такая схема что ментор может любое время уйти его никто не платит главное требование это только английский язык но английский непосредственно опыт разработки но понятно да что он раз он разработчик какой-то опыт у него есть но и при этом ролик скопс ведь имеет четкую структуру обучения там есть графики этапы да и прочее есть конкретная дата выпуска а где гарантия что вывод так вот собравшись вот с таким вот составом с такими условиями качественно обучите этих людей ну качество студентов выпущенных ролик скоп школой я думаю уже доказано так как с того момента ни одно поколение разработчиков вышло из под крыла ролик скоб в эту правду поэтому в качестве я думаю не стоит фокусироваться в плане того что это все зависит от самого студента который обучается если он не горит желанием быть в данном случае контент разработчиков то мы не сможем насильно заставить кого-то обучать лично но это логично и еще я хотел бы один момент упомянуть то что ролик скоп школы на данный момент в турции запущен ран только по фронт-энду ролик скоп курсы не только по фронт-энду также айос разработка abs но джейс а фреймворки я понял то есть такой глобальный ран вообще по всем статьям да ну но в турции мы запустили только фронта только фронт-энду такой тестовый получил да 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 мы хотим посмотреть собрать фидбэк студентов как бы может быть это разрастется сарафанное радио я понял ага слушая есть кинь партнеру уже может в турции на данный момент как я знаю нету как уже вы тогда будете этих студентов предлагать или они свободное плавание у нас из-за того что сейчас на рынке идти и псков не стабильность мы предоставляем студентам ментор то есть мы их бесплатно обучаем у них есть собственный ментор и если вы этот ментор в его компании есть какая-то вакансия он может пригласить этого студента на данный момент мы никаких гарантий по туда устройству не даем я тебя понял и слушай такое маленькое уточнение я ведь правильно понимаю что ты и сам вышел из ресса когда-то да я себя правильно помню 2019 году закончил ран уровень слуб школы 19 и в 22 уже открываешь рс в турции да вот это мне кажется является показателем того что можно расти в россии как активист как ментор как координатор как спикер но пример действительно неплохой спасибо что пришел спасибо что позвали пока 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 спасибо за то что посмотрели это мини интервью напоминаю что его мы делаем в рамках сотрудничества и невая клуба и айти бороды ссылки на другие мини интервью вы найдете в описании а также там появится либо уже есть ссылка на большой выпуск про айтишку в турции айти не в турция который будет находиться либо уже находится на канале эти борода так что тоже не стесняйтесь его смотреть в общем спасибо за просмотр не стесняйтесь ставить ваши лайки оставлять комментарии пишите какие бы страны вы еще хотели увидеть и увидимся с вами в следующих видео пока пока